Всем привет! На связи Евгений Карташов. Профессиональному фотографу или человеку, увлекающемуся обработкой фотографий, часто приходится ретушировать фотографии людей. Если вы занимаетесь ретушью, то сами знаете, что она занимает очень много времени. Можно ли это время каким-то образом сократить? Естественно, что от ручной работы отказаться пока не получится. Если вы хотите сделать действительно качественную ретушь. Но в некоторых случаях ее можно минимизировать, либо сделать несколько менее трудоемкой. Я хочу представить вашему вниманию именно такое решение. Это панель расширения, созданная специально для ретуши. Она называется Retouch Panel. Основой для создания панели послужили алгоритмы частотного разложения, а также часто используемые операции при ретуши, которые хотелось по максимуму автоматизировать. Конечно, у многих возникнет вопрос, а чем ваша панель отличается от тех же экшенов, которые можно записать самому и использовать в работе. Давайте посмотрим. Вот здесь у меня есть набор экшенов. Во-первых, навигация по экшенам не очень удобна, особенно когда у вас достаточно много папок с экшенами для различных целей. Вам придется выбирать нужные экшены и запускать их вручную. Можно, конечно, назначить на них горячие клавиши, но опять-таки это трата времени на то, чтобы их придумать, запомнить, какой клавиши какой экшен соответствует. А представьте, что экшенов у вас несколько десятков. Естественно, вы будете постоянно путаться. Второй момент. Записать действительно хорошие экшены не так просто, как кажется. Этому тоже нужно учиться. В панели же все организовано удобно, и нужные инструменты всегда будут под рукой. Третий момент. С помощью экшенов невозможно организовать автоматический подбор параметров для частотного разложения по выделению лица. Сейчас я покажу, как это все происходит. Я беру инструмент, скажем, прямоугольное выделение, выделяю лицо, нажимаю кнопочку, и скрипт автоматически раскладывает изображение на две частоты и автоматически подбирает нужные параметры для фильтров. С помощью экшенов реализовать такой алгоритм абсолютно невозможно. Это можно сделать только с помощью программирования на языке JavaScript. Также панель удобна тем, что сама автоматически подбирает алгоритм в зависимости от глубины цвета изображения. Вот сейчас глубина цвета 8 бит, и она использовала 8-битное разложение. То есть для этого есть небольшой нюанс. То есть используется команда внешний канал в определенном режиме наложения. То есть для 8-бит это будет режим вычитания, а для 16-бит это режим добавления. Таким образом стараются минимизировать ошибку округления, которая возникает из-за того, что Photoshop считает в целых числах, а не в дробных. И особенно эта ошибка заметна в режиме 16-бит. Кроме того, это решение позволило в два раза уменьшить количество кнопок на панели. То есть панель сама определит, какая глубина цвета, и подберет соответствующий алгоритм. В панели используются два типа фильтров для частотного разложения. Это размытие по гауссу и размытие по поверхности, или Surface Blur в английской версии. На кнопках режим использования фильтра Surface Blur обозначен буквами S и B в названии кнопки. То есть если вам необходимо сохранить четкие границы на контурах и избежать грязи и ореолов при работе вблизи контрастных границ, то вам поможет как раз вот этот фильтр размытия по поверхности. С помощью вкладки Tools или инструменты вы сможете быстро создать структуры слоев для ретуши методом Dodgen Burn, причем двумя способами, с помощью серого слоя и с помощью кривых, а также быстро сделать более выразительными глаза, выполнить отбеливание зубов, удаление мелких пор и черных точек с кожи, убрать лишний блеск с кожи и усилить визуальный объем изображения. Полная поддержка всех функций будет только в версиях Photoshop CC и CC 2014. В CS6 панель также будет работать, но функция усиления объема не будет работать должным образом, так как она реализована с помощью новейшего алгоритма, который появился только в версии Photoshop CC. Наша команда уверена, что панель вам понравится и вы по достоинству оцените удобство и скорость работы с ней. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи!